Легенда об адмирале Нахимове. Историческая личность. Павел Степанович Нахимов родился в 1802 году в небольшом селе-городок Смоленской губернии, ныне Смоленская область, в семье дворян. В 1815 году пошел учиться в морской кадетский корпус, связав свою судьбу с военным делом. После многих лет от личной службы в 1852 году, будучи в звании вице-адмирала, назначен начальником флотской дивизии Черноморского флота. Во время Крымской войны командовал эскадрой Черноморского флота, одержав победу в знаменитом Синопском сражении в 1853 году. Блестяще проявил себя в период Севастопольской обороны в 1854-1855 годах, был смертельно ранен пулей в голову на Малаховом кургане, похоронен в склепе Владимирского собора в Севастополе. Павел Степанович Нахимов, как историческая личность, сегодня занимает одно из главных мест в истории Севастополя. Его имя носит центральная площадь города, где возвышается памятник адмиралу. Также в его честь назван проспект. О значимых и знаменитых людях народ, как правило, слагает легенды. Не миновала такая участи славного героя, адмирала Павла Степановича Нахимова. Люди говорят, что Нахимов знал о своей смерти. Так это или нет, неведомо. Но о том, что пули его не брали, знают все. В один из мрачных весенних дней, когда велось строительство собора на холме в Древнем Херсонесе, первым место в подземельном склепе занял адмирал Михаил Петрович Лазарев. И хотя он умер далеко от Севастополя, его тело привезли, чтобы похоронить именно здесь, в славном русском городе-герое. Второе место в склепе было занято Корниловым. Смотрел на третью могилу адмирал Нахимов и чувствовал, что это место принадлежит ему. Говорили люди, что ищут смерти Нахимов. Да пули его не берут. Как будто заговор на нем. Нужен он городу, понимали люди. Приближенные к командующему офицеры рассказывали, удивляясь, что на поле боя пули, предназначенной адмиралу, в воздухе меняли траекторию полета. Как же так, удивились все. Пуля летит прямо в сердце Нахимову и вдруг пролетает мимо. Рассказывали солдаты, стоявшие с ним на Малаховом кургане, что не раз Нахимов оказывался в самом центре огня. Пули летают, как пчелы вокруг него, скашивают позади идущих. И что же? А ничего. Кто же будет писать письма матерям погибших в Севастополе? Кто позаботится о матросских вдовах и сиротах, если Нахимова не станет? Нужен он городу. Вот смерть и обходит его стороной, повторяли люди. Но вот закончилось ожидание своей пули. Уже был убит Владимир Иванович Истомин и занял место в третьей могиле, которую уготовил для себя Нахимов. Пришел и его черед. Об этом Павел Степанович написал вдове адмирала Лазарева. Лучшая надежда, о которой я со дня смерти адмирала мечтал, последнее место в склепе подле драгоценного мне гроба я уступил Владимиру Ивановичу. Впрочем, надежда меня не покидает принадлежать этой возвышенной семье. Друзья-сослуживцы, в случае моей смерти, конечно, не откажутся положить меня в могилу, которую расположение их найдет средство сблизить с останками образователя нашего сословия. И вот этот день настал. Об этом догадались и солдаты, стоявшие 25 июня 1855 года на Малаховом кургане. Офицеры просили и умоляли адмирала пойти в укрытие, будто предчувствовали неладное. Обычно Нахимов, выходя утром на поле, говорил «не всякая пуля в лоб». Но в тот день его фраза была другой. «Как ловко, однако, стреляют». Сказав задумчиво эти слова, Нахимов тут же упал на землю. Пуля смертельно ранила адмирала и командующего восточной обороны города в голову. «Искал смерть и так и нашел ее», — сказали тогда офицеры. Море людей собралось в день погребения Нахимова возле Графской пристани. Никто не боялся ни обстрела, ни вражеской атаки. Да и не было их тогда. Загремел прощальный марш, заревели пушки, корабли приспустили флаги до половины мачт. И тут воскликнули граждане. «Смотрите, флаги на вражеских кораблях ползут вниз». Быстро схватил подзорную трубу матрос и увидел, как английские офицеры выстроились на палубах своих кораблей, склонили головы, сняв фуражки. Уже не осталось никого из очевидцев тех событий, но эта история до сих пор живет в Севастополе как память о великом герое-флотоводце, герое обороны города. Такую вот легенду рассказывают всем, кто приходит во Владимирский собор к могиле легендарного человека Павла Степановича Нахимова. Продолжение следует...